Всем привет! Мы на Правды 7.9 в Skiff Music, в нашей гитарной мекке в Москве, будем говорить об топ-5 акустических гитарах. Топы — это всегда спорный вопрос. Для этого топа мы выбрали 5 брендов и 5 разных гитар. Это всё субъективно, конечно же. Кому-то нравятся одни бренды, кому-то другие. И наш ролик является рекомендацией. Это мнение наше. Оно может не соприкасаться с теми брендами, которые нравятся вам, но я думаю, каждый что-то подчеркнет своё. Первая гитара в моих руках — это гитара бренда Yamaha. Yamaha LL6. Корпорация Yamaha уже более 100 лет радует нас огромным количеством музыкальных инструментов. Это рояль Yamaha, это гитара Yamaha, это барабанные установки Yamaha и многое другое. LL6 — это одна из самых культовых гитар компании Yamaha. Она является одним из фаворитов многих американских гитарных журналов и экспертов. Её также очень сильно любят в России. Почему? Потому что это не совсем стандартный корпус. Это такой своеобразный Jumbo-Dreadnought от бренда Yamaha. Их видение — джамбо-гитар. У этой гитары немножко более величная нижняя часть деки, что делает её громче. И делает её похожим на джамбо. Передняя часть вот эта, она более приталенная. И у нас с вами получается такой а-ля немножко джамбо-дреднаут. Выглядит очень красиво и эстетично. Вторая её особенность — это то, что она целиком из массива. Здесь у нас классическое сочетание гитарной древесины в мире акустических гитар. Передняя дека — это ель, ситхинская ель, самая популярная. Задняя дека — палисандр. Ну и давайте же послушаем её. Задняя дека — это ель, ситхинская ель, самая популярная. Задняя дека — это ель, самая популярная. Я не любитель бренда Yamaha, честно вам скажу. Мне эти гитары сильно никогда не нравились. Я очень недолюбливал то, что у нас постоянно приобретают гитары Yamaha только потому, что Yamaha. Никакого другого смысла, к сожалению, многие в этом не видели в плане гитар, покупали самые простые их модели, там, F310 и прочее-прочее, и не заглядывали дальше. А дальше у гитар Yamaha есть отличные инструменты, как LL6. LL6 — это громкая, яркая, приятная, клёвая гитара. Если вы хотите ознакомиться с миром гитар Yamaha, вам обязательно нужно поиграть на LL6 модели. Четвёртое место — это гитара Mayton EBW 808C. Целиком из австралийской акации. Это её первая особенность. Вообще гитара Mayton родом из Австралии, поэтому любят использовать австралийскую древесину. Это их визитная карточка. Накладка невероятно тактильная, приятная эта гитара. Классная фурнитура, гровер. Всё выполнено в стандартах высокого качества. К этой гитаре абсолютно не придраться. Мне она очень нравится тактильно. Матовая, удобная гитара. Великолепный звукосниматель. AP5 Pro на борту. Он является одним из самых лучших и кристально чистых, если мы говорим о сценической работе. Ну что, послушаем эту малышку. Великолепный звукосниматель. Великолепный звукосниматель. Великолепный звукосниматель. Очень тёплый, глубокий, читабельный звук. Клёвая артикуляция. Одна, наверное, из лучших гитар, если вы хотите играть фингерстайл. Мэйтон. Топ четвёртое место. Третья гитара в моих руках, это гитара компании Gibson. J185. Такой специфический джамбо от компании Gibson. Мне безумно нравится, как она выглядит. Это культовый вид акустической гитары 60-х годов. Ай, она очень клёво пахнет. И мне импонирует, что эта гитара у нас из клёна. А значит, она будет немножко более сбалансированной и яркой на призвуке в конце у нас. Так, ну, что могу сказать. Целиком массив. Задняя дека обечайки клён. Передняя дека – это ель. Колки Гровер, опять же, американские. Махагоновый гриф. Очень приятная тактильная накладка из палисандра. Ретро пикгард в стиле 60-х. Давайте послушаем её. Ретро пикгард в стиле 60-х. 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 Эта гитара очень яркая, громкая. Визитная карточка гитар Гибсон, опять же, это их просаженная середина. Вот этот металлический призвук. Его очень любят сонгврайтеры. Клёво, если вы поёте под гитару. Эта гитара вам очень подойдёт. Вторая гитара в моих руках и второй бренд это гитара Тейлор. Тейлор 214 CEQ. Кью, потому что задняя дека у нас сделана из гавайского дерева коа. Это визитная карточка компании Тейлор. Именно Боб Тейлор явил эту древесину миру. Она, кстати, очень похожа на махагон. Коа это та древесина, опять же, которая очень похожа на махагон и на палисандр по своим звуковым характеристикам. Но у неё немножко отличается середина. Что могу сказать? Тактильно, приятная гитара, накладка палисандр, передняя дека ель, задняя дека обечайки коа, фирменный звукосниматель Тейлор с внешней эквализацией, который можно подстраивать вот здесь вот на бридже. Клёвая фурнитура Тейлор, струны Эликсид 1254. Ну и, конечно же, гранд аудиториум. Мало кто знает, но именно этот корпус явила миру компания Тейлор. Это произошло в 1994 году. Тогда мир увидел корпус гранд аудиториум. До этого его, в принципе, открыла компания Мартин. Он назывался 4.0, но потом о нём все забыли. Сейчас мы видим вот такой вот современный гранд аудиториум. Это лучший из двух миров. От дреднаута и от маленького аудиториума. Послушаем же эту гитару. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok В чём же визитная карточка 214 модели? Ну, она самая популярная. Это раз. Два. Она очень удобная. Корпус гранд аудиториум клёво лежит у вас в руках. Не такая большая, как дреднаут, не такая маленькая, как аудиториум. Третья. Она очень сбалансированная. У неё прекрасная артикуляция. Я могу играть на гитаре вообще всё, что угодно. Отлично подходит для лайв-концертов. Клёвая домашняя гитара. Визитная карточка бренда — это яркий, динамичный и сбалансированный звук. Эта гитара обладает, по сути, их называют, знаете, инструменты с идеальным тембром. Они без погрешностей. В отличие от Гибсона, которые такие более грязные у них, посаженная середина, под которую можно клёво петь. Или вот гитары Ямаха, которые тоже довольно сбалансированы. Но у них абсолютно свой оттенок. Гитары Ямаха, у них нет такой выраженной середины, как у гитар Тейлор. Именно это и отличает бренды. Звучание, их культура звука. Сейчас мы с вами послушаем топ-1. Первая гитара — это Martin CS35. Это Martin Custom Shop 35 модели. Её визитная карточка у нас в следующем. Задняя дека сделана из трёх кусков. Ну, это красиво. И это очень клёво звучит. Передняя дека — ель. Задняя дека у нас — палисандр. Накладка — чёрное дерево. Невероятно красивые волокна. Невероятно. Максимально плотные. Дерево класса 3А. Это самая высококлассная древесина фабричного изготовления. Мне нравятся окантовки в виде... Это у нас называется «Hedge bone». Даже как сделали пины. Это не гитара, это произведение искусства. Это запах эпохи, звук того времени. Давайте её послушаем. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Ну, это звук своей эпохи. Великолепный дреднаут. Название вот этой формы корпуса. Вообще, Мартин этим и прославились. В 1916 году они явили миру корпус Dreadnought. Самый популярный по сей день корпус для акустической гитары. Эта гитара обладает таким тёплым древесным звучанием. Визитная карточка гитар Мартин. Это культура звука бренда. Крис Мартин сделал невероятное. Он переехал в Америку и осуществил свою мечту. Начал изготавливать одни из самых лучших акустических гитар в мире. И одна из этих гитар у меня в руках. Мы с вами посмотрели топ-5 акустических гитар. Что я могу сказать? Каждый выбирает сам для себя. Я для себя уже выбрал. А вы пишите ту, которая вам понравилась в комментариях. Подписывайтесь на наши каналы Skif Music и Skif Music Live. Ставьте колокольчик под этим видео и ждём ваших лайков. Помните, гитары в Skif Music это про счастье. Мы пакуем и доставляем огромное количество гитар с нашего склада в США. Буквально три недели и любая гитара будет у вас на адресе. Также у нас есть гитарные мастерские. Каждая гитара будет доведена до идеала и доставлена вам. Мы ежемесячно разыгрываем крутые гитары. Всё, что нужно, это оформить заказу 2000 рублей на нашем сайте. Или приобрести что-то на эту сумму в розничном магазине. И может быть именно вы выиграете крутую гитару. Приходите в наши шоурумы в Самаре на Галактионовское 102, в Казани на Зинино 9 дроп 23, в Санкт-Петербурге на Лиговском и в Москву на Правды 7 дроп 9. Играйте на лучших гитарах и всегда помните, гитары Skif Music это про счастье. Субтитры создавал DimaTorzok